С вами Глеб, и сегодня мой брат расскажет вам про очень интересную сказку. Всем привет, я Федя, и сегодня мы будем говорить про сказку «Кот в сапогах». Конечно, тут пять сказок, но я вам говорю о первой сказке «Кот в сапогах». Ну, это один ролик на сегодня, и хватит. Ну, наверное, я еще потом засниму. Но сказка-то о том, как жил крестьянин. У него было три сына и мельница. Старшему сыну он отдал мельницу, среднему сыну он отдал осла, а младшему, а самому маленькому, он дал кота. Младшего звали Маркиз Карабас. И кот в сапогах, ну, кот пока еще, не в сапогах уже еще, сказал Маркизу Карабасу, то есть своему хозяину. Ну, как сказать? Ну, вы поняли. И он сказал, дай мне шляпу и сапог, а после этого искупайся в речке. Вот, он это сказал, и Маркиз Карабас искупался в речке. Ехала корона. Ну, не корона, ой, перепутал корону с этой, как его, ну, как это называют? Ну, в общем, в которых короли ехали. Карет, вот. Ужас. Ехал он в карете, король там, и его дочь. И кот закричал, помогите, спасите, Маркиз Карабас тонет. И король приказал вытащить на берег Маркизу Карабасу, одеть его красиво. Ну, вот. В общем, всем пока. И, кстати, ролики у нас с братом будут как бы совместные. Например, один ролик он заснимает, А, например, еще какой-то ролик я снимаю.